Приветствую вас на канале! Сегодня, как я анонсировал в прошлом видео, будет распаковка и обзор лабораторного блока питания, который я приобрел на Алиэкспресс почти за 80 долларов США. За эти же деньги я вполне мог бы приобрести на рынке своего города, но здесь я приобретаю за виртуальную валюту. Упаковано в картонную коробку, вес небольшой, килограмм 800 грамм, задекларировано в 15 долларов, поэтому никаких таможенных сборов я не уплачивал. Беларусь доставили буквально быстро, очень, за две недели. С отслежим трек номером. На коробке указано, что здесь находятся сопли повара, шутка. Здесь на стикере указан бренд QIQ. Также модель SPSC3010, обеспечивающая максимальное напряжение 30 вольт и ток 10 ампер. Входное напряжение 230 вольт, сделано в Китае. Смотрим дальше. И здесь даже есть вот такой сертификат продукции. Далее инструкция с техническими параметрами на английском языке, с иллюстрациями для многих моделей этого производителя. Здесь шнур питания с евровилкой, с заземляющим контактом. Ну, обычный, как для системного блока компьютера. И далее довольно-таки жесткие провода с крокодилами для подключения нагрузки. Здесь коннекторы припаяны. С обратной стороны такие бананчики. Блок питания обложен пенопластовыми вставками. Все, здесь больше ничего. Данная модель у меня черного цвета. Это импульсный блок питания, что объясняет его небольшой вес, килограмм 200 грамм, и небольшие габариты 21,7 на 15 и ширина 8,5 сантиметров. Из доступных в магазине моделей выбрал именно с вертикальной ориентацией на индикаторе значение напряжения тока и мощности один на другим. Посчитал лично для себя этот вариант удобнее, чем бегать глазами влево-вправо. Корпус блока питания изготовлен из металла. По бокам и снизу имеются перфорации. Снизу также еще четыре пластиковых упора. Фронтальная панель пластиковая и также пластиковое тонированное вот это вот стекло на дисплее. На ней транспортировочная пленка. Снимаю. На тыльной стенке имеется вентилятор, разъем питания и предохранитель на 3 ампера. Из органов управления присутствует внизу кнопка включения механическая, включаю, и три клеммы для вывода питающего напряжения. Плюс, минус и клемма заземления. Она сойдена с корпусом и заземляющим контактом на входе источника питания. Если полностью выкручены из пластиковые оболочки, то можно надеть клеммы адаптера для прикурителя в автомобиль. Отверстие диаметром 6 миллиметров, а в отверстие в них можно продеть щупы мультиметра и также зафиксировать. Ну а в штатных щупах используются клеммы типа банан. Они просто всовываются. С правой стороны имеются ручки потенциометров для регулировки грубой и точной, грубой и точной настройки напряжения и тока на выходе. Они не имеют отметки для слеживания их положения, но вращаются менее чем полный круг. При этом заметна инерционность изменения напряжения, что объясняется большим значением фильтрующей емкости на выходе и отсутствием нагрузки. Сразу отмечу небольшое неудобство, что ручка регулировки точной постройки напряжения находится напротив значения на индикаторе тока. Ну и соответственно ручки для постройки тока также смещены вниз и она находится уже напротив значения мощности. На борту имеется USB гнездо, которое обеспечивает нагрузки мощность 10 ватт. При напряжении 5 вольт и токи 2,2 ампера. Для знакомства с этим лабораторным источником питания снова буду использовать вот такую конструкцию на основе зарядного автомобильного устройства Bezius и вот такой нагрузки с тестером. Импульсный блок питания имеет два режима работы с постоянным током и постоянным напряжением. Под экраном имеются светодиодные индикаторы, которые сигнализируют о работе в данных режимах. При выключенной кнопке On-Off, которая в режиме постоянного напряжения подсвечивается зеленым светодиодом. Потенциометрами выставляю в нагрузке 24 вольта. Кстати, в прошлом видео не использовал это напряжение. И ток 5 ампер. Индикатор мощности Off говорит о том, что в нагрузку в данный момент не выдается никакого напряжения. Активирую эту кнопочку. Она подсвечивается зеленым. И зарядное устройство стало принимать этот ток и напряжение. Активирую нагрузку. И на индикаторе тестера появляются значения напряжения тока на выходе зарядного устройства. Активировав с помощью встроенного триггера USB тестера режим быстрой зарядки с протоколом Huawei SCP, мы видим, что данный блок питания выдает в нагрузку 24 вольта и ток 1,2 ампера, что составляет почти 30 ватт. Режим работы постоянного стабилизированного напряжения. При этом используемые здесь светодиодные индикаторы обеспечивают отображение значения напряжения до сотых долей, значение тока до тысячных долей и значение мощности также до сотых долей, что очень удобно для точной установки заданных параметров. Цвет индикации, как его называют, лунный белый. Технические параметры этой модели также представлены в инструкции. Обратимся к ней. Здесь отмечено, что в том числе для модели C3010 среднеквадратичные значения пульсации напряжения не более 30 милливольт. И действительное значение пульсации тока не более 20 миллиампер. Конкретно в моем случае, при данном значении потребляемой мощности 27 ватт, среднеквадратичное значение пульсации имеет практически заявленный уровень, хотя размах их достаточно высокий 412 милливольт. Для полного знакомства с конструкцией этого блока питания я его разберу. Значит, выкрутив винты, снимаю металлический кожух и получаю доступ к плате этого источника питания. Она исполнена, наверное, по классической схеме для таких источников питания. Единственное, что меня смущает, вот эти конденсаторы, они всего лишь на 200 вольт и стоят на входе сетевого напряжения. Значит, только что есть отличие в плате индикации. В этом варианте потенциометры установлены прямо на этой плате. Единственной отдельной платой это USB разъем и механический включатель. Да, и заземляющие провода выхода и входа соединены между собой с помощью вот этой вот алюминиевой пластины, выполняющей роль радиатора. Да, они вот как раз прикручены к опорам, платы к этому радиатору. Фото этой платы размещу в группе и сообщества канала в социальных сетях. Данный лабораторный блок годится для питания каких-то устройств до 30 вольт. Я же буду использовать его для питания паяльника T100, также для тестирования какой-то автомобильной электротехники и зарядки гаджетов. Ссылка в описании. Благодарю за лайки и подписку на канал. Пока, до встречи!